Я не знаю, полезно это или нет, но я сейчас себе устраиваю контрастные умывания, горячий и холодный, горячий и холодный, горячий и холодный, посмотри, может быть, это на кожу повлияет, никогда не знаешь? Всем привет в это прекрасное февральское воскресное утречко, я собираюсь в магазин, погода вообще просто огромный сюрприз, поэтому я решила, не теряя времени, быстро сходить по делам, заодно прогуляться и нагулять аппетит, потому что, что касается диеты и приведения себя в форму, чтобы похудеть, нужно принять привычки худых людей, у меня привычки человека, который реально боится остаться голодным, есть у меня такой страх голода, хотя, честно говоря, не должно его быть, потому что еда, в принципе, везде, еда нас окружает, я думаю, не так уж и сложно брать с собой какой-то небольшой знак, чтобы убить вот этот вот, когда сахар падает, вот такое неприятное ощущение усталости, раздражительности, дерганности, ну, не знаю, может быть, у меня только так, но, не знаю, вот такая проблема, что я наедаюсь, так что реально я наедаюсь, а так, в принципе, делать нельзя, и это такая неприятная особность, с которой я буду бороться, посмотрим, что получится, но сегодня утром у меня уже ничего не получилось, поэтому я иду на такую прогулку, надеюсь, что сейчас я нагуляю аппетит, потому что на обед я буду готовить новое блюдо, которое я никогда не готовила, никогда даже не пробовала, посмотрим, что получится. Посмотрим, насколько грязно здесь будет, потому что дождя у нас давно не было, я бы сказала, но всё равно как-то сыро, а я в светлых ботинках, как самая умная, ну, вообще-то нет, просто у меня началась аллергия на всё резиновое, очень необычно, потому что я вообще человек не аллергичный, ну, вот, никогда не знаешь, что тебя ожидает, как-то до 30 лет всё спокойно, а потом раз, и появляются всякие неожиданные сюрпризы. Вообще у нас в новостях, ну, как, последних полгода, так точно, с завидной регулярностью появляются новости о том, что вот женщина пошла выгуливать собаку, женщина пошла на пробежку, женщина пошла, белки бегают, сократить дорогу через парк и пропала. Где она, я её потеряла? В общем, я извиняюсь, такая серьёзная тема, но белка пробежала и я не смогла устоять. Да, и постоянно в новостях такое, что куда они пропали, ну, естественно, они не сами по себе пропали, не может человек просто взять так и раствориться. Нехорошие вещи с ними случились, скажем так, и, естественно, не по собственной вине, потому что, с одной стороны, я понимаю, что ты должна быть осторожной и не ходить в безлюдных местах или, там, не выходить на улицу, когда там никого нет. Но с другой стороны? А почему ты должна бояться? Почему кто-то, вот этот страх, должен у тебя отнять свободу передвижений, свободу каких-то действий, что ты сидела дома, потому что ты, не знаю, женщина в слабый пол и боялась? Ведь на улице мало ли что там с тобой случится. Вот я знаю, что Серджи постоянно волнуетесь за меня, когда я куда-то ухожу, но потому что я и так всегда гуляю, везде болтаюсь одна, и тоже всякое уже со мной случалось. Но вот для меня вот такая вот свободная передвижения всё-таки важнее. Конечно, когда я знаю, что рядом никого нет, и я в каком-то непонятном месте, я уже очень большое внимание уделяю тому, что передо мной, что за мной, что я буду делать, если что. Иногда я в руке сжимаю ключ, ну, мало ли что. Если кто-то идёт за мной, то я уже на стрёме. Если кто-то стоит передо мной, я уже тоже, знаете, мало ли что. И наушники я тоже, если я иду, допустим, одна по лесу, как сейчас, я редко включаю, потому что я могу пропустить что-то, какие-то знаки. И, конечно, хочешь не хочешь, но вот начинаешь уже задуматься о том, а что если на меня нападут сзади там или спереди, или вот я вот постоянно сюда хожу, кто-то может проследить, пойти сзади за мной, дождаться, пока я пойду, дойду в безлюдное место. В общем, конечно, такие мысли меня очень часто посещают, но, тем не менее, я не могу не удержаться от того, чтобы слушать подкасты. Такой, знаете, подвод к моему любимому подкасту. Я оставлю его здесь. Написано, что это теории конспирации, конечно, на английском всё, оно очень интересно, и вообще по подкастам я их слушаю, потому что я, не знаю, иногда надоедает музыка, хочется просто человеческой речи послушать, но чаще всего там просто какая-то такая абсолютно бессмысленная болтовня. Не знаю, наверное, половина зрителей моего канала тоже самое думает про меня. Ну, не знаю, просто хочется каких-то фактов, каких-то интересных мнений, каких-то интересных новостей, чтобы потом это всё у себя в голове обдумать, профильтровать. И вот этот вот подкаст, он просто подходит мне на 100%. Действительно интересно. Даже на тему, которая тебе как бы неинтересна, не затрагивает, всё равно интересно. Вот, так что, если вы говорите, понимаете английский, рекомендую... things that you see here, your tuomonuts в карточную не зав Audience. про mindfulness, ваш народ второй resting стал тыс calorиво, когда ты об thereση house you have кето, что вот, я не знаю, где говоришь anybody, может быть, я думаю, что может быть отдыха. А скорее всего, это третьяется обо Welки кетке. Продолжение следует... Такая привычка, одна из не самых плохих, я считаю, как только пришла с улицы, если ходила по грязи, почистить обувь, но потом почистить пол, потому что если это отложить, то потом руки не дойдут, будешь торопиться, вся грязь присохнет, а так, чтобы уже убрать чистые сапоги в полку или где они там хранятся, ну и, естественно, такую грязь на ковре я оставлять тоже не буду. Вначале это, потом готовка. Рецепт называется пирог пастуха, вот. Кстати, это не итальянская еда, а британская, поэтому для разнообразия на моём канале, мне кажется, очень даже интересно. Ну, что нам понадобится? Это фарш. В рецепте оригинальном это бараний фарш, мне кажется, можно быть любой. Потом для фарша нужно либо сток из говядины, но я буду экспериментировать, добавлю такой пакетик. Шепард спай, это специальные приправы, которые, ну, предполагаются для такого пирога, вот так вот он, в принципе, должен выглядеть в итоге. Томатная паста, соль, морковка. Ну и наверх идёт пюре. Это просто я сварю картошку, сделаю обыкновенное пюре, добавлю немного масла и немного молока. Ну, вот и всё, то есть, такое буквально домашняя такая еда очень быстро приготовляется, приготовляется, и, я думаю, приятно и вкусно будет её есть. Как раз самое то в такой вот морозный февральский день. Вот так я нарезала морковку, не знаю, она успеет приготовиться до мягкости или нет, но будет такая интересная текстура. Добавила ещё и горох, потому что в некоторых рецептах горох есть, в некоторых нет, но мне кажется, что горох сюда просто суперски подходит. Зелёное, оранжевое, красота, весна, ну и здесь у меня картошка варится на пюре. Сейчас буду добавлять фарш. Вот всё, в принципе, и готово, я сделаю пюре, также уже мой соус готов, пахнет очень вкусно, каким-то таким гуляшом, гуляшом, не знаю, как правильно сказать, но вот сейчас буду пробовать, чтобы убедиться, что это можно есть. Разогревается духовка, извиняюсь за грязную плиту, и где-то, чтобы дойти до этого момента, мне понадобилось 40 минут, то есть вот такой вот очень быстрый процесс, и где-то 20 минут ещё в духовке, чтобы немножко получше... Ну, что ты делаешь? Что ты делаешь? И они, собственно, сделали уже вот такой проект. Проект совершил такой пирог, и здесь мы видели характерные черты творчества. Какое-то количество без зрителей, без гостей, в общем, японцы вложили много денег, сил, хотели провести нормальный... Как я уже сказал, раньше на этом месте ставил старый олимпийский стадион. Кто бы знал, что распределить пюре наверх пирога будет самой сложной задачей, и, честно говоря, я взяла даже больше картошки, чем было это сказано в рецепте, но мне кажется, что всё равно не хватило. Вот если так посмотреть, то вот этого соуса намного больше, чем пюре наверху. Как-то, не знаю, вот если я буду готовить ещё раз, то обязательно больше картошки сделаю, чтобы было больше пюре. Как-то хотелось бы, чтобы 50 на 50 было, так как-то совсем мало. Тем более, что картошку мы и любим. Как-то сюда. Как-то сюда. Зак, джун и бискет? Джун и бискет? Ей! Зак, джун и бискет. блюдо полный успех мы пошли за второй порции спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 то потом нужно её послушать несколько раз, чтобы к ней привыкнуть, чтобы её прочувствовать, и тогда уже она начинает открываться всё снова и с новой стороны. Обычно, если песня нравится сразу же, то она и быстро надоедает. Но с этим арбомом не так. Я его буквально прокручиваю уже столько раз, и это просто мой вайб в последний месяц. Мне очень даже заходит, зря я говорила, что это не моё. Потом я прочитала ещё тексты, потому что, честно говоря, он так поёт, что я вообще улавливаю только, наверное, 30% слов, потому что многие из них вообще придуманы им. И да, что я хотела сказать. Я беру свои слова обратно. Суперский альбом. Также я тут припарковалась рядом с машиной, которую я обожала. Вот несколько лет назад это была моя реально любимая машина. Это Peugeot RCZ, кажется, называется. Сейчас она мне уже не очень нравится, но вот раньше это было просто, просто вообще просто бомбическая машина для меня. Может быть, с этой стороны как бы сбоку ещё не так, но вот когда вы подойдёте поближе, посмотрите там на заднюю поверхность, там очень всё красиво. Спереди не так красиво, но сзади очень красиво. Вот. Но я думала, купить, не купить. Ну, потом решила не покупать, потому что у неё больше двигатель, за неё нужно больше платить налогов. Тем более, что я, честно говоря, не такой же энтузиаст по машинам. А сейчас я рада, потому что мне, вот я смотрю на неё, и для меня этот дизайн вообще конкретно устарел. Вот. Ну вот так. Вкусы меняются. Надеюсь, он мне не понадобится сегодня. Сегодня утром я решила, всё, хватит обедаться. Буду соблюдать привычки худых людей и похудею. Я, конечно, привыкну, не соблюдать, станет как моя вторая натура. В итоге вместо двух баранок я съела одну, и это уже мой второй перекус, потому что реально хочется есть. Я собралась в зал. Голодный там заниматься вообще не вариант. Не работает что-то. Если придумаешь что-то ещё. Я решила прогуляться, потому что в такую погоду закрывать себя в зале — это просто грехопадение. В зал я так и так пойду, я туда хочу. Реально, у меня мотивация всё ещё хватает. Но такую погоду описать — это просто такой весенний воздух. Вот самый такой первый свежий весенний день. как самое такое начало марта, хотя если про Латвию говорить, наверное, больше конец марта, когда воздух такой свежий и как бы прохладно, но на солнце тепло. И птицы поют, и ты просто идёшь и думаешь, о, жизнь хороша. О, вот и я сейчас так. Поэтому у меня сейчас такая медитация на открытом воздухе, мысли о приятном, а потом поверну и пойду обратно в зал. Позанимаюсь, приеду домой, буду готовить, буду есть, посижу, почитаю, позанимаюсь чем-нибудь, пойду спать, завтра наставать. Парковка моя бесплатная уже пропала, мне теперь нужно будет парковаться в каком-то непонятном районе или платить. Но это завтра. Сегодня я просто наслаждаюсь прекрасным весенним днём, несмотря на то, что ещё только первая неделя февраля проходит. Приятно видеть, когда обостраивают общественные места. Вот скамейку поставили. Я уже почти дошла до зала, сейчас уже, конечно, шумная улица, дорога, но вот знаете, такая прогулка на свежем воздухе, даже если вы находитесь в раздрае, как-то просто склеивает у вас обратно по кусочкам, в душе такое умиротворение, как-то философски начинаешь ко всему относиться. В общем, действительно какая-то целительная пара года. Я надеюсь, что если у вас сейчас снег, горы снега, лёд, или всё начинает таять и грязь, то как можно скорее у вас тоже воцарится весна. А я в зал. Ну что, давайте похвалюсь своими покупками. Сейчас я покупаю вот такие чипсы. Я, честно говоря, не большой любитель чипсов, но иногда очень хочется чем-то похрустеть, и они сделаны из муки турецкого гороха. То есть, сейчас я продемонстрирую. В 100 граммах практически 19 грамм белка. То есть, это сделано, ну вот, да, из красного гороха, извиняюсь, не из турецкого. но всё равно по сравнению с обычными чипсами мне кажется, что в принципе неплохая замена. Дальше овсяное печенье. Я обожаю это. Серджу нравится это. Это печенье более сладкое, и у него такой запах. Я не знаю, что это за запах. У меня просто гипнотизирует мои ноздри. Но вот этот с семечками тоже такой интересный. И главное, что они сытные, ну и не очень сладкие. Дальше я буду готовить на работу. Я готовлю себе говядину. Я регулярно ем красное мясо. Пытаюсь, наверное, восполнить недостаток всех микроэлементов, что я потеряла, пока была веганом. Ну вот, я ем его регулярно, но немного. Никогда у меня не было такого, чтобы я там целый стейк могла съесть. Ну потому что я в принципе мясо готовить не умею. Я пытаюсь как-то разнообразить его вкус. Я вообще не мясоед абсолютно. Ну вот, покупаю такие уже готовые приправы. То есть здесь это тайская карри, здесь есть приправы, есть паста карри, а этот большой пакет это просто кокосовое молоко. Так что сейчас этим буду заниматься. А еще я была бы не я, если бы не схватила что-то на распродажу. Я извиняюсь перед всеми, кто подписался на мой канал после видео о минимализме. Я могу объяснить, что случилось здесь. В прошлом году я купила черную юбку, практически похожую. Она немного из другой ткани, но тоже там такая сборка и тоже разрез впереди, и тоже черный, тоже достаточно обтягивающий. Так вот, эта юбка меня спасала абсолютно в любой ситуации. Я ее доносила уже практически до дыр. Я не доносила до дыр, но я думаю, что недолго осталась и в пир, и в мир, и с футболкой, и с кедами, и с каблуками, и с каким-то нарядным толпом. Если я найду фотографии, то я обязательно вставлю. И у меня уже начали закрываться, закрадываться тревога. А что я буду делать, если эта юбка порвется, если я на ней поставлю какое-то несмываемое пятно. И когда я видела эту юбку, а еще и на распродаже, то я решила, что нужно брать, потому что действительно такая незаменимая вещь в моем гардеробе. Но загвоздка состояла в том, что там оставался только восьмой и двадцатый размер. Восьмой считается маленький, двадцатый экстра-экстра-экстра-большой, а мой двенадцатый размер, это L. Обычно я на свои бедра беру L, чтобы в них влезть. И ну естественно двенадцать немного ближе к восьми, чем к двадцати. Ткань достаточно растягивающаяся, поэтому сейчас я померяю, посмотрю, налезет на меня или нет. Если нет, то конечно я понесу обратно. Езла. Супер-юбка, вот так она смотрится. Я прям на леггинсы. Я рада. Потому что я знала, что буду носить ее. Все бурлит, все кипит, это мое карри. На этом буду заканчивать свой влог. Большое спасибо, если не смотрели его до конца, если он вам понравился и хотите поддержать, то поставьте палец вверх. Мне будет очень приятно. Так вот проходит мой последний выходной день. Доварю картошку, пойду монтировать влог, ну и потом буду расслабляться все-таки перед работой. Я люблю немножечко дать себе слабинку, расслабиться так, чтобы идти уже на работу утром с таким настроем, что у меня было время отдохнуть, и я этим воспользовалась, а не бегала голобом все выходные и не успела отдохнуть. Такого в этот раз точно не случилось. Еще раз спасибо за просмотр. Всем пока!